Первые снежинки падают на мордочку маленького щенка. Впереди холодная зима, мамы рядом нет. Человек уже тоже ничем не поможет. Совсем скоро этот малыш и его братья, сёстры узнают, что за пределами самодельного вольера есть суровая и голодная жизнь. Виктор работает здесь охранником. Больше месяца назад он начал приглядывать за этими малышами, от которых отказалась мама. Один щенок погиб. Несколько хвостов бегают на свободе. А эти ютятся в вольере в ожидании своих хозяев. Каждому чуть больше двух месяцев. Выживут ли малыши – большой вопрос. Но в семье Виктора и так уже есть и кошки, и собаки. Пространство вот такое замкнуто не получается. Тем более, что здесь предприятие. Руководство, молодежи, они тоже рукаются, что собак нужно убирать. Каждый день смотришь на это и думаешь, как они будут дальше жить. Эта история, считают волонтеры, в очередной раз ярко показывает, насколько бесполезной и растратной для бюджета будет убийство бездомных животных. А Алтайский край идет к этому. Новые щенки не сыплются с небес. Их плодят люди, безответственные хозяева. Рядом находится частный сектор, с которого постоянно приходят собаки, либо подбрасывают щенков. То есть вот эта история самовыгула, которая нам бесконечно не дает покоя. И, соответственно, нам бесконечный приплод щенков. Мы, конечно, боремся за то, чтобы все-таки была история про культуру от людей. Чтобы была массовая стерилизация. Чтобы люди все-таки задумывались о том, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Социализированные, ручные, не избалованные. И каждый хочет себе понравиться. Теперь эти малыши рискуют погибнуть, если не найдут новый дом. У меня язык не поворачивает назвать их дворняжками, потому что они просто... Каждая собака удивительная, ласковая, красивая, со своим характером. Но они безумно добродушные. У каждого из них еще есть шанс попасть в добрые руки и не пойти по миру. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.